Продолжаю рассказ о священнослужителе церкви Суб-Астлацин Гадрудского района село Аревшат, Дуланлар. Священнослужитель был из княжеского рода. Сколько у него было братьев и сестёр, я точно не знаю, но вся округа была заселена родственниками. Старшая сестра вышла замуж за фабриканта, который ткал ковры, ткани и, соответственно, продавали их. Они жили в Гадруте. А весь Гадрудский район жили родственники. Так как он должен был вести службу в селе Дуланлар, естественно, семья его обосновалась в этой деревне и близлежащих деревнях. Детей у него сколько было, тоже не знаю, потому что записи были утеряны, а в настоящее время спросить не у кого. А всё, что я помню, что рассказывал внук этого священнослужителя, по памяти вот я рассказываю. Он был очень богат, у него было более тысячи голов разного скота. В семье все трудились и помогали друг другу. Все жили очень дружно. Мелик женился на второй дочери священнослужителя, которую звали Заназан. В дальнейшем у них родились ещё дети – Андроник, Седа, Джульетта. Все они жили дружно, помогали друг другу по дому, по хозяйству. Мальчиков учили пасти животных, кататься на лошадях, выполнять мужскую работу. А девочек обучали женской работе. Сначала Арминак и Андроник пасли животных в сопровождении взрослых мужчин. А в девять лет уже Андроник мог пасти огромное стадо один. А помогали ему собаки. Ему нравилось пасти животных. Он уходил на целый день, а мама в сумке собирала ему круглый огромный хлеб, воду брал, книжки и уходил целый день на пастбище. Когда вода заканчивалась, то он гонял животных в местах родниковых вод. Там можно было и самому напиться, да и животных напоить. А девочки оставались дома. Они помогали по хозяйству. Учились готовить, вязать, шить. Всегда в доме было изобилие всего. Молоко, сливки, мясо, зерно, яйца. На склонах гор были видны весной зелёные, а летом жёлтые островки, посеянные зерном поля. На полях работали помощники, которые занимались сельским хозяйством. Все в основном были родственники. Была своя мельница, и детям нравилось ходить туда и смотреть, как зерно превращается в муку. Это было как в сказочном сне. Кругом было всё белое, как в тумане. Все ждали свежего горячего хлеба, испечённого в тандыре. А мама пекла хлеб часто и много. Жили все в райском уголке природы. Кругом свежий воздух, запах горячего хлеба, продуктов полно, фруктов полно. Из тутовника варили тутовую водку. И летом и осенью в округе был запах этой водки, когда варят. Все в округе варили это одновременно, потому что было так заведено. К местам, где варят водку, направляли родниковую воду. И все одновременно варили эту водку. Все праздники отмечали всей деревни, накрывали столы. До утра играла музыка, не прекращались танцы. И периодически столы обновлялись продуктами питания. Жизнь была прекрасной. Это был райский уголок. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И будете в курсе событий, что происходило дальше. И если у кого-то есть какие-то дополнения, можете писать под роликом все, что вы помните об этой жизни в этом селе Долан-Лар-Аревшат. Церковь Сурб-Аствацин.